На общегородском родительском собрании, которое состоялось в актовом зале средней школы номер один, обсуждались основные моменты подготовки и сдачи единого государственного экзамена выпускниками 9-11 классов. В 2014-15 году приоритетным направлением при сдаче единого государственного экзамена является именно прозрачность процедуры его проведения и, конечно, качество результатов. На федеральном, региональном и муниципальном уровнях приняты все необходимые меры для обеспечения максимально открытого проведения единого государственного экзамена. И все связанные изменения, которые коснутся нас в следующем году, направлены именно на то, чтобы он и прошел максимально объективно, независимо, а самое главное, чтобы наши дети получили те результаты, которые соответствуют уровню их подготовки. И самое главное, чтобы эти результаты позволили поступить им в тот или иной ВУЗ, который они для себя определили. В нашем городе создана рабочая группа по организации и проведению единого государственного экзамена. Ее задача – подготовить пункты сдачи ЕГЭ. В этом году появились определенные изменения. Поставлена задача – организовать видеонаблюдение в каждой аудитории, где будет проводиться экзамен. И при этом в обязательном порядке должна будет вестись онлайн-трансляция из аудитории. Из 15 аудиторий 13 будут подключены к интернету. Неизменным остается запрет на любые средства связи – электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру. В противном случае результат будет аннулирован. Также остаются два обязательных предмета – это русский язык и математика. Остальные – по выбору. Иностранный язык сдается письменно и устно. Причем на устный ответ компьютер отводит выпускнику определенное количество времени, а после видеосъемка отключается. За это время старшеклассник должен успеть ответить. В этом году обязательным условием допуска к ЕГЭ является написание сочинения. И 20 ноября состоялась апробация сочинения. То есть ребята смогли попробовать всю процедуру написания сочинения. Подошли родители и спрашивают, а заставить, какие произведения нужно прочитать, чтобы к 3 декабря хотя бы успеть что-то. То есть это уже положительный результат того, что дети хотя бы что-то у нас прочитают. В наш век, когда никто книгу в руки как-то по собственной воле брать не хочет. Поэтому это уже как бы положительный результат. 3 декабря будет предоставлено 5 тем. Светлана Викторовна Юрова рассказала родителям о требованиях, критериях оценки сочинения и предложила примерные темы написания. Допустим, в чем ты видишь смысл жизни? И вот вам тот же самый Пьер Безухов, только поворачивая мы немножко с другой стороны, привлекаем тот же роман «Война и мир», но в соответствии с поставленным вопросом, таким немножко философским. По сравнению с прошлыми годами подход к сочинению сейчас другой. Это больше похоже на рассуждение выпускника, чем на описание конкретного литературного героя или события. Также на собрании затронули техническую сторону проведения экзаменов. Экзамен не начнется при отсутствии хотя бы одного из этих компонентов. Поэтому очень важно, чтобы все эти компоненты были в сочетании. А именно, специализированное программное управление, плюс электронная подпись члена Государственной экзаменационной комиссии, у которого будет индивидуальный личный пароль, плюс зашифрованный код, при помощи которого этот диск будет открываться. Только в этом случае возможно вскрытие этого диска. То есть у нас процедура государственного экзамена проводится по определенным степеням защиты. Организаторы собрания в основном старались обратить внимание родителей выпускников на активную подготовку школьников, чем сейчас и занимаются учителя, и сохранение спокойствия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...